Всем привет! Меня зовут Маргарита Шипила. В этом видео хочу вам показать, как добавить в историю свой материал. То есть у нас, если вот сюда на главную страничку зайти, то вот здесь вот располагаются истории. И сюда можно что-то свое добавить. Тот материал, которым вы хотите поделиться. Есть два способа, как сюда что-то отправить. Первый способ. Вы нажимаете на свою вкладочку «История». Так как у меня «История» есть, соответственно, у меня открывается вот такая вкладочка. Но у вас, допустим, «История» еще нет. И вы при нажатии на вот эту вкладку, на свою, увидите вот это поле. И уже вот здесь, в этой форме, вы добавляете то, что вы хотите сюда в «Историю» отправить. Допустим, если вы нажимаете «Фото-видео», вас перекинет на папке компьютера. Там выбираете «Фотографию» либо «Видео». Сразу хочу сказать, что видео сюда можно добавить только определенного формата, которые вот такие, знаете, продолговатые, вертикального плана. Вот сюда можно добавить только такое видео. Фотографию, соответственно, ну примерно то же. Здесь можно что-то словами своими дописать. Это что касается, если вы с компьютера добавляете. Также можно из своей ленты какой-либо пост, которым вы хотите поделиться, отправить в «Истории», чтобы люди его почитали. Давайте, допустим, вот отправим сейчас вот этот пост. Вот этот пост, который у меня есть, да, это репост из моей группы. То есть вот видим, да, что это репост. Чтобы его отправить в «Истории», мне надо вот здесь переключить на свою страничку. То есть как будто я делюсь со своей странички личной. В этом случае нажимаем на кнопку «Поделиться». Вот здесь вот смотрим вкладочка «Поделиться в истории». Здесь можете что-то добавить. Можно добавить смайлик для красоты. Все, вот это все написали, что хотели. И можно опубликовать. Все. Значит, еще раз напоминаю, что если вы хотите поделиться репостом, то здесь надо переключить, чтобы у вас была включена ваша страничка. Если же вы делитесь постом именно, который вы сделали, да, вот так вот просто сделанный пост, то вас уже здесь автоматически можно будет сразу отправить в «Истории». Вот здесь кнопочка «Поделиться в истории». Все. Зайдем на главную страничку, посмотрим. И вот у нас здесь видно, что у нас история новая как бы есть. Нажимаем «Проверить» еще раз. И вот мы видим, что у нас две истории. Вот они сразу здесь показываются. Если вы зашли во вкладку «Проверить» и не видите свою историю, просто обновите страничку, и вы это все увидите. Друзья, вот такой полезной штучкой я с вами сегодня поделилась. Мне очень хочется, чтобы люди делали какие-то полезные дела. Сегодня в мире у нас происходят какие-то невероятные вещи. Все зациклены на кризисе, на коронавирусе. Понятно, что это никто не отменял, и какие-то процессы, они происходят в мире. Но поддаваться панике и сходить с ума я вообще не вижу смысла. Наоборот, это очень вредно. Все, что должно произойти, оно обязательно произойдет. И от того, что мы сильнее будем паниковать или меньше паниковать будем, оно никак не повлияет наше паника. Поэтому давайте лучше не паниковать, а заниматься полезными делами. Как-то развиваться, обучаться чему-то новому. Для этого существуют разные обучающие программы, разные тренинги, курсы, школы и так далее. Сегодня в интернете очень много можно найти разных тем, для того, чтобы подключиться к ним и начать проходить обучение, получать какие-то новые навыки и знания. Поэтому занимайтесь развитием себя, своей личности, развитием, допустим, своих детей. Своим здоровьем занимайтесь. А все, что должно произойти в мире, оно произойдет. С нами или без нас. Поэтому будьте здоровы, счастливы, ну и богаты, конечно же, друзья. С вами была Маргарита. Всем пока.